Книга пророка Иеремии, глава тринадцатая Так сказал мне Господь, пойди, купи себе льняной пояс, и положи его на чресла Твои, но в воду не клади его. И я купил пояс по слову Господню, и положил его на чресла Мои. И было ко мне слово Господне в другой раз, и сказано, возьми пояс, который Ты купил, который на чреслах Твоих, и встань, пойди к Ефрату и спрячь его там в расселении скалы. Я пошел и спрятал его у Ефрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь, встань, пойди к Ефрату и возьми оттуда пояс, который я велел Тебе спрятать там. И я пришел к Ефрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его, и вот пояс был испорчен и ни к чему стал негоден. И было ко мне слово Господне. Так, говорит Господь, так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Этот негодный народ, который не хочет слушать слов Моих, живет по упорству сердца своего и ходит во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, будет как этот пояс, который ни к чему не годен. Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев. И весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были Моим народом и Моей славою, хвалою и украшением, но они не послушались. Посему скажи им слово сие, так говорит Господь Бог Израилев. «Всякий винный мех наполняется вином». Они скажут тебе, разве мы не знаем, что всякий винный мех наполняется вином? А ты скажи им, так говорит Господь, вот я наполню вином до опьянения всех жителей сей земли и царей, сидящих на престоле Давида, и священников, и пророков, и всех жителей Иерусалима. «И сокрушу их друг от друга, и отцов, и сыновей вместе, говорит Господь, не пощажу и не помилую, и не пожалею истребить их. Слушайте и внимайте, не будьте горды, ибо Господь говорит. «Воздайте славу Господу, Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака, тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою». Если же вы не послушаете сего, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах, потому что стадо Господня отведено будет в плен. «Скажи царю и царице, смиритесь, сядьте пониже, ибо упал с головы вашей венец славы вашей. Южные города заперты, и некому отворять их. Иуда весь отводится в плен, отводится в плен, весь совершенно. Поднимите глаза ваши и посмотрите на идущих от севера. Где стадо, которое дано было тебе, прекрасное стадо твое? Что скажешь, дочь Сиона, когда он посетит тебя? Ты сама приучила их начальствовать над тобою? Не схватят ли тебя боли, как рождающую женщину? И если скажешь в сердце твоем, за что постигла меня это? За множество беззаконий твоих открыт подол у тебя, обнажены пяты твои. Может ли Ефеоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы, можете ли делать доброе, привыкши делать злое? Поэтому развею их, как прах, разносимый ветром пустынным. Вот жребий твой, отмеренная тебе от меня часть, говорит Господь, потому что ты забыла меня и надеялась на ложь. Зато будет поднят подол твой на лицо твое, чтобы открылся срам твой. Видел я прелюбодейство твое и неистовое похотение твое, твои непотребства и твои мерзости на холмах в поле. Горе тебе, Иерусалим! Ты и после сего не очистишься. Да коли же?